Если подводить итоги прошлого года, то надо сказать, что мы с вами молодцы. Конечно, Зоя Ивановна все время сидит рядом со мной и морщится, когда говорят об успехах. Но на самом деле успех действительно есть. Несмотря на очень тяжелую погоду, а помните, какие были дожди, какая была весна, несмотря на это, мы достигли очень хорошего результата в производстве практически всех сельхозкультур. Конечно, где-то лучше, где-то хуже, но если честно, есть чем гордиться, потому что по сравнению с другими мы оказались на высоте. У нас успехи в животноводстве, мы не снизили производство, а даже увеличили его. И действительно заготовили лучшие корма. Вот Датя Иванович мне рассказывал, что в ближайшее время поедем получать награду за сенаж, по-моему. И это действительно внушает уверенность в том, что у нас и дальше будут повышения надоев. Мы продали первых телок и очень удачно продали. Поэтому мы являемся... Нет, подождите секунду. Владимир Викторович, вы кончаете. Не тех телок, о которых мы сейчас подумали, мы продали. Тех мы наоборот... Из того, что мы сделали для поселка, вы видели, что мы в этом году открыли наш великолепный бассейн. И это такой подарок не только нашим работникам и детям, но и всем вообще, всему населению, не только Ленинского района, но даже Москве. Мы с вами достигли очень хороших результатов повышения заработной платы. В этом году каждый цех увеличил фонд зарплаты работников в среднем на 20% по совхозу. Вы этого вроде как не замечали, но на самом деле, значит, когда получите свои окончательные листки, за год вы поймете, что действительно зарплата в совхозе очень высокая. И я думаю, что я пожелаю вам, чтобы в следующем году она точно так же росла, но, конечно, не на 20%, но достаточно существенно. Причем, я думаю, что Марина Михайловна, Марина Николаевна тут сидит с бухгалтерией, она вам еще сюрпризы готовит до Нового года, если у нее все получится. И если руководство совхоза добьется, допустим, подписания определенных документов, то вы увидите, что ваше благосостояние еще повысится прямо до Нового года. Поэтому хочу вам пожелать, чтобы следующий год был не хуже предыдущего, потому что если взять вообще этот год, знаете, они плохо не говорят о походящем, но, конечно, год был очень тяжелым. И с точки зрения погоды, и с точки зрения вот этого ковидного мракобесия, которое нас посетило, и с точки зрения того, что мы, к сожалению, а я считаю, что это во всем виноваты, это ухудшение медицинского обслуживания, мы потеряли часть наших сотрудников, причем молодежь. Поэтому в следующем году, прежде всего, хочу пожелать вам всем здоровья, потому что если вы будете здоровы, коллектив совхоза будет счастлив. Хочу пожелать, чтобы здоровье пришло не только к вам, но и к всем вашим близким, потому что для нас, а я точно знаю, что у нас работают самые лучшие мужчины и самые красивые женщины, для нас мы все-таки родители, и хочется, чтобы дети и родственники тоже были здоровы. Хочу вам этого пожелать. Я хочу вам пожелать, чтобы это первый раз в жизни мы празднуем наш этот праздник в мехмастерской, хотя я, конечно, 8 лет проработал завмастерскими, и могу сказать, что у нас тут разные люди были, вплоть до Мариинского оперного театра. И я, кстати, хочу большое спасибо сказать всем, кто участвовал в действительно в оформлении. Я не думал, что они так могут преобразить нашу мехмастерскую. Поэтому спасибо всем им. Ни у кого не должно остаться сомнений в том, что мы победим. Это точно. При любых обстоятельствах мы будем всегда первыми. Я хочу вам пожелать, чтобы... Видите, в этом году фуршет не удался, поэтому все получат сухой паёк. Он не совсем сухой, там всё есть, мокрое тоже. Но хочу вам пожелать, чтобы на столе вашем не только в Новый год, но и всегда было изобилие, чтобы всегда у вас было тепло дома. А это вот, если человек со своим коллективом вам готовит, чтобы была всегда улыбка. Я думаю, что вот в этом году Анастасия Кудряшова, которую все знают как Кравцова, она взяла на себя обязательства, приютила весь этот коллектив, я имею в виду, культурно-массовый. И поэтому у нас не появляется в штате своя культура. У нас с вами есть детские сады, культура. Мы уборкой занимаемся, я имею в виду, гавшемуся с её коллективом. К сожалению, так получилось, что мы их не пригласили сюда, но по разным обстоятельствам. Мы не думали, что в наше помещение поместят всех, тем более вот ковид такой. Но от всего коллектива мы их поздравили, всех наших коллег, друзей, подчинённых, знакомых. Поэтому ещё раз огромное вам спасибо за то, что вы есть. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, счастья, всего самого доброго. А теперь уже можно награждать. Ещё награждать.